Что если вы лечитесь от гипертонии, которой у вас нет и не было? Не хотелось бы, конечно, но вдруг и вы принимаете таблетки от давления, когда можно обойтись без них? В этом видео я объясню, почему скачки давления даже до высоких значений это нормально, и как снижать давление без лекарств, если у вас настоящая гипертония. А неужели есть ненастоящая гипертония? А то, врачам только дай, они диагноз поставят. Но действительно, есть такое заболевание – ложная гипертония, и проявляется она, если человек постоянно и сильно переживает за свое здоровье. Когда объективных причин для гипертонии нет, то от страха за свою жизнь у человека повышается давление. Почему так происходит, я подробно расскажу чуть позже, чтобы вы понимали физику процесса и могли отличить истинную гипертонию от ложной. Так вот, ложные гипертоники могут ввести в заблуждение даже опытного врача, и хотя показатели их давления высоки, на самом деле им надо не давление снимать, а нервное напряжение. Но какими бы ни были причины, повышенное давление длительное время – это плохо. В России, к сожалению, именно высокое давление – одна из главных причин смертности. Это две трети инсультов и 50% инфарктов. Гипертония крадет 12 лет полноценной жизни, а возникает высокое давление у людей разных возрастов и пола, даже у детей. А как заподозрить высокое давление по симптомам? Никак. Без измерения давления невозможно определить, есть гипертония или нет. Но постойте, а как же головная боль, например? Врачи говорят, что головную боль нельзя назвать симптомом высокого давления. Ведь у большинства людей головной боли нет, а гипертония уже есть. Как так получилось? И можно ли понять по каким-то другим признакам, что ты уже гипертоник или находишься в группе риска? Вот об этом мы сегодня и поговорим. А еще вы узнаете способы снижения давления, о которых даже не подозревали. Ведь даже обычный кистевой эспандер помогает снизить давление. Неожиданно. А вот представьте себе, и сегодня я расскажу вам подробно не только об этом, но и разложу по полочкам все, что вы хотели знать или уточнить про высокое давление и то, как его снизить. Давайте выясним, действительно ли гипертония связана с метеозависимостью. И правда ли, что когда человек нарушает режим и естественные биоритмы, например, ложится спать в разное время, то рискует получить диагноз гипертония. Сегодня вы узнаете, как снижать давление без таблеток и врачей. Бывает ли высокое давление без симптомов и без причины? Как высоко может подскочить давление у человека? Какая связь между салом и гипертонией? Почему ложный гипертоник хуже настоящего? Существует ли метеозависимость у гипертоников? Почему и где соль прячется от гипертоников? Давайте сразу определимся, что гипертония официальный диагноз. А повышение давления – это состояние, которое бывает как у больного, так и у здорового человека. И чтобы понять, почему и как поднимается давление, и какое повышение уже считается гипертонией, предлагаю заглянуть в организм человека. Так, сердце, кровеносная система, жизненно важные органы. Все это мы уже видели на уроках биологии и знаем, что сердце – насос, который качает кровь. А артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов и артерий. Этот процесс происходит каждую секунду, ведь без достаточного давления кровь не может эффективно двигаться и приносить кислород и питательные вещества к тканям и органам. Но если давление слишком высокое, сосуды под его силой могут лопнуть, как резиновый шланг под большим напором. Так, а давайте разберемся, почему вообще давление поднимается? Где в сердечно-сосудистой системе происходит сбой? В сердце? Мы спросили у врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Ирины Алексеевны Васильевой, какой фактор является наиболее распространенной причиной гипертонии. Мнение эксперта. Дело в том, что гипертония – это многофакторное заболевание и нельзя выделить какой-то один фактор риска. Обычно речь идет об их комбинации. Наиболее значимый возраст, избыточная масса тела, наследственная предрасположенность, повышение давления встречается примерно в два раза чаще у тех, чьи родители имели аналогичное заболевание. А также избыточное потребление соли, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни. Да, причин много. Ошибочно считать, что если сердце отвечает за накачку крови, то оно и виновата в повышении давления. Само по себе сердце не поднимает артериальное давление. Но бывает, что артерии сужаются, и кровь не может свободно пройти через них. Тогда сердце начинает работать с большей нагрузкой, и давление повышается. Так происходит при атеросклерозе – заболевании, когда на стенках артерий образуются жировые отложения. Другая причина высокого давления – нарушение в работе почек. Многие не знают, а почки помогают контролировать давление. Ведь именно они удаляют лишнюю жидкость и соли, и тем самым регулируют объем крови. Кровь преимущественно состоит из воды. Когда почки удаляют воду, объем крови уменьшается, и давление в сосудах тоже. Про соль мы сегодня еще отдельно поговорим. Ее незаслуженно обвиняют в тяжком вреде здоровью. А ведь куда больше на здоровье влияют сбитые биоритмы и недостаток сна. Если человек, например, сегодня ночью спит, а завтра работает в ночную смену или смотрит на ютубе ролики до утра, то рискует получить диагноз гипертония. Объясню почему. Когда вы нарушаете естественный ритм сна и бодрствования или спите мало, организм испытывает стресс. Ведь недостаток сна как недостаток воздуха, когда нечем дышать становится страшно. И организм выбрасывает гормон стресса – кортизол. При недостатке сна, конечно, страшно не становится. Ну, если только вам не снились кошмары. Но кортизол все равно вырабатывается. Давайте на секунду отвлечемся, и я чуть подробнее познакомлю вас с кортизолом. Его называют гормоном стресса, ведь он появляется в ответ на любую опасность. В стрессовой ситуации кортизол повышает уровень глюкозы, а это главный источник энергии для клеток, и организм получает дополнительное топливо для борьбы с опасностью. Утром кортизол помогает вам проснуться и подготовиться к активности. Но если вы плохо спали, то кортизол вырабатывается в большом количестве, чтобы дать вам энергию после бессонной ночи. Из-за гормона стресса у здорового человека давление скачет туда-сюда несколько раз в день. И это нормально. Подъем давления даже до высоких значений – адекватный ответ на физическую активность или яркие эмоции. Стоит вам успокоиться, и давление быстро снижается до нормы. Такой подъем давления – это реакция организма на стресс. Вспомним про ложных гипертоников. Они находятся в постоянном страхе за свое здоровье и жизнь, в постоянном стрессе, отсюда и повышение давления. У здорового человека гормон стресса бодрит нервную систему, как холодный душ. Мозг дает команду сердцу биться сильнее. Естественно, и давление повышается. Это помогает усилить кровоток и обеспечить органы и мышцы необходимыми питательными веществами и кислородом для борьбы со стрессом. Эту реакцию организма можно сравнить с автоматическим регулятором температуры в обогревателях. Ведь термостат тоже автоматически включается, когда температура в помещении слишком низкая. Так и организм автоматически включает режим повышенной работы сердца, когда испытывает стресс или физическую нагрузку. И это, повторю, нормальное повышение. Оно гипертонией не считается. Потому что давление поднимается разово в момент стресса, нагрузки или эмоционального потрясения и быстро снижается. Тогда что же считается гипертонией? Отвечает наш эксперт Новикова Диана Сергеевна, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, член Российского кардиологического общества. Итак, мнение эксперта. Диагноз артериальная гипертензия устанавливается после замеров давления на двух разных визитах к врачу за месяц при давлении равном или выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба или по данным домашнего самоконтроля давления. То есть диагноз гипертония ставится, когда высокое давление, неважно, какими причинами оно вызвано, держится долгое время. Оно у вас постоянно, понимаете? Причем различают два типа гипертонии, первичная и вторичная. Первичная гипертония – это самостоятельное заболевание, которое возникает без явных причин. Можно сказать, что гипертония появляется сама по себе, и это около 95% всех случаев заболевания. Повышение артериального давления при первичной гипертонии происходит постепенно и может продолжаться годами без симптомов. Вторичная гипертония возникает, если у организма проблемы, например, болезни почек, щитовидки или поджелудочной. Но нас сегодня интересует первичная гипертония, вернее ее причины или, как говорят врачи, факторы риска. Вы готовы узнать их? Вот они. Неправильное питание, мало движения, много соли, много алкоголя, курение, лишний вес, наследственность и стресс. Ничего нового по большому счету. Эти же факторы риска мы слышим от врачей и при других диагнозах. Гипертония также связана с ними и возникает при различных комбинациях этих причин или при одной из них. Поэтому одни люди ведут здоровый образ жизни, но все равно сталкиваются с гипертонией, если имеют, допустим, генетическую предрасположенность, а другие не имеют наследственной предрасположенности к гипертонии, но своим образом жизни увеличивают риск повышенного давления. И вот тут я хочу поговорить с вами о погоде. Как у вас с погодой? Вы ее ощущаете на самочувствии? Все же знают таких людей, которые на вопрос «Как здоровье?» отвечают «Давление на погоду подскочило». Может и у вас так? Давайте узнаем, что говорят эксперты о влиянии погоды на повышение давления, и действительно ли метеозависимость входит в факторы риска. А мнения экспертов расходятся. Одни считают, что у метеозависимых людей изменение погоды, например, падение атмосферного давления, действительно вызывает ухудшение самочувствия. Дело вот в чем. Когда атмосферное давление снижается, например, во время грозы, это приводит к расширению сосудов. Такое расширение сосудов – часть сложной реакции организма на изменения в окружающей среде. Когда же атмосферное давление повышается, организм реагирует на новые условия среды. Кровеносные сосуды сужаются, и кровообращение ухудшается. Что происходит дальше, вы уже знаете. Сердце качает кровь активнее, и давление повышается. Но другие эксперты заявляют, что метеозависимости не существует, поскольку сложно провести какие-то исследования и нет достоверных данных. Кому же верить? С одной стороны, приятно винить в проблемах со здоровьем не свой образ жизни, а вспышки на солнце, геомагнитные буря или тот самый ретроградный Меркурий. С другой стороны, понимаешь, что не все люди с гипертонией чувствуют себя хуже при изменении погоды. Значит, дело не в погоде. А в чем? Может быть, в шуме? Да, представьте себе. Шум вызывает нервное напряжение днем и мешает спать ночью. Но главное, некоторые исследования показывают, что длительное воздействие шума вызывает стресс, что приводит к сужению сосудов. Вот вам и давление. Авиационный шум наиболее опасен, но и бытовой шум, например, от кондиционера, стиралки, посудомойки, особенно в ночное время, может повысить артериальное давление. А если вы проживаете в пределах 50 метров от крупной дороги, то риск развития гипертонии повышается на 13%. Ну а если шума нет, а гипертония есть, в чем тогда причина? В возрасте, скажут многие и будут отчасти правы. Вы же часто слышите от врачей, родных или знакомых фразу «для вашего возраста это нормально». Но действительно ли с возрастом все поголовно имеют проблемы с повышенным давлением? Нет, это не так. Хотя нормальное рабочее давление действительно зависит от возраста человека. Что значит рабочее? Это давление в состоянии покоя. Оно отражает нормальную работу сердца и кровеносных сосудов. У детей и подростков нормальное артериальное давление составляет около 100 на 60. У взрослых норма до 140 на 90. Самое высокое давление, кстати, зафиксировали в США в 1978 году у мужчины 42 лет. Знаете какое? 370 на 360. Как вам? Но это редчайший случай. Обычно артериальное давление до таких значений не поднимается. А после 60 давление растет. Почему? Да потому что с возрастом сердце вынуждено работать сильнее, чтобы проталкивать кровь через сосуды, стенки которых теряют эластичность. К тому же с возрастом увеличивается количество соединительной ткани в сердце, что сказывается на его работе и повышает давление. Плюс за жизнь люди накапливают разные заболевания, например ухудшение функции почек, диабет или ожирение, которые тоже влияют на давление. В целом возраст один из факторов риска развития гипертонии, но как говорит один мой знакомый доктор, и с этим живут. Высокое давление само по себе не катастрофа. Его просто надо снижать до безопасных значений, но не всегда. Как это? Спросите вы. Это что еще за рекомендации такие? А вы вспомните, что я рассказывал про высокое давление как реакцию организма на стресс. В этом случае первое, что советуют врачи, надо расслабиться. Лягте, глубоко подышите, послушайте тихую музыку. Вспомните о чем-нибудь хорошем или приятном. Одним словом успокойтесь, и ваше давление нормализуется. Пить таблетки в этом случае не надо. Чего не скажешь о гипертоническом кризе, который сейчас принято называть неконтролируемой артериальной гипертензии. Гипертонию, кстати, часто путают с гипертоническим кризом из-за сходства названий и причины повышенного давления, но это два разных состояния. Смотрите, криз – острое состояние, которое требует немедленного снятия повышенного давления. В это время происходит значительное повышение артериального давления до критических значений. Гипертонический криз, как снежная лавина, сошла и нет. А гипертония – это продолжительный снегопад, который идет, 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 идет и никак не заканчивается. Такой снегопад не менее опасен, и хотя многие люди не испытывают никаких симптомов при повышенном давлении, счастливчиками их назвать язык не поворачивается. Скрытое. Тихое и незаметное для человека постоянное высокое давление, как перегрузка электрической сети, каждую секунду нагружает сердечно-сосудистую систему. В один момент что-нибудь дозамкнет. Чаще всего высокое давление приводит к инсульту, инфаркту и заболеваниям почек. Гипертония, по данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, одна из основных причин преждевременной смертности во всем мире. Даже ребенку понятно, что надо снижать высокое давление до нормальных показателей, а при гипертоническом кризе действовать немедленно. Обычно гипертоники со стажем знают, что делать. В ход идут лекарственные препараты, назначенные врачом для снижения давления. Но как быть, если вы в глухом лесу, где на тысячи километров нет ни одного врача и аптеки? Попробовать снизить давление без лекарств. Об этом я расскажу совсем скоро. Но прежде обязан предупредить о рисках бесконтрольного снижения. А бесконтрольно это как? Это как придется. Без контроля реального давления. Когда заболела голова, вы подумали, что давление шалит, и таблеточку от давления под язык. При этом не проконтролировали, а действительно ли давление повысилось. А может голова-то болит из-за несвежей рыбы на ужин? Опрометчиво снижать артериальное давление каждый раз, когда чувствуете себя плохо. Безконтрольное снижение может привести к нежелательным последствиям, например, эффекту качелей. Это когда давление в короткий промежуток времени качается в разные стороны. Так бывает, если резко снижается давление, например, когда вы долго лежите и резко встаете. В этот момент сердце начинает биться сильнее, чтобы привести давление в норму. Потом сосуды расширяются, и сердце замедляет работу. Но это приводит к еще большему снижению давления. Вплоть до обморока. Такие качели давления противопоказаны гипертонику, да и любому человеку. Чтобы этого не произошло, рекомендуется снижать давление плавно. И только в том случае, когда оно действительно повышено. Ну что ж, откачили давление, идем дальше, прямиком к холодильнику. Признайтесь, вы сало любите? На черном хлебушке, да с чесночком. Вы, наверное, сейчас подумали, что я снова начну запрещать вам любимые продукты. А вот и нет, не начну. Давайте будем считать так, что при гипертонии все можно, но не все нужно. И в списке можно, но не нужно продукты, которые могут ухудшить состояние сосудов сердца и повысить давление. Это соленая и копченая пища, жирная и жареная пища, сладости и кондитерские изделия, кофе, алкоголь и сладкая газировка. Кофе содержит вещество, которое повышает давление. Но есть люди, которые менее чувствительны к нему. Им нужно выпить не одну, а три чашки кофе, например, чтобы взбодриться. Хотите проверить, можно ли вам пить кофе? Сделайте простой тест. Выпейте чашку кофе и замерите давление три раза, каждые 30 минут. Если ваше давление выросло на 10 или более, вам надо ограничить кофе. А если давление от одной чашки не поднялось, допустимо пить чашечку кофе. На давление это не скажется. Теперь возьмем сало. Тут все без тестов ясно. Это же чистый жир. А насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому чем меньше в вашей жизни сало, тем ниже у вас давление. Причем имеет значение не только жир на тарелке, но и тот, что организм уже отложил в качестве других запасов. Количество жира в организме человека напрямую влияет на показатели давления. Ведь при избыточном весе сердце и сосуды испытывают дополнительную нагрузку, чтобы обеспечить кровоток по всему организму. Вот вам и гипертония. Мнение эксперта. Диана Новикова рассказала, что ожирение – основной фактор риска артериальной гипертензии, и от 65 до 75% случаев артериальной гипертензии обусловлены ожирением. 60% пациентов, страдающих артериальной гипертензией, имеют избыточный вес больше 20%. Сердце сокращается 100 тысяч раз в день. Прибавка в весе увеличивает нагрузку на здоровое сердце и приводит к увеличению длины кровеносных сосудов в организме. Исследования показывают, что снижение веса даже на 5-10% уже приводит к снижению и артериального давления. Снижение веса – один из ключевых факторов управления давлением. А чтобы давление перестало шалить, прибавьте к этому физическую активность и сбалансированное питание. Подчеркну, сбалансированное – это значит не строгая диета, а питание, которое помогает держать давление в норме. Для этого совсем не нужно полностью отказаться от соли и питаться пресными кабачками, например. Хотите знать, почему вообще решили, что соль – враг гипертоников? Потому что соль не только удерживает воду в организме, но и увеличивает объем крови. Когда крови слишком много, она сильнее давит на стенки сосудов. Поэтому врачи рекомендуют ограничить потребление соли. Ключевое слово здесь – ограничить. Отказываться от соли не надо, потому что наш химический завод под названием организм, увы, производить ее не умеет. А соль, она же натрий, нужна для правильной работы мышц и нервной системы. Вы вообще знаете, сколько в человеке соли? 250 граммов. Это примерно граненый стакан. Она везде – в лимфе, крови, слезах, поте, межклеточной жидкости и желудочном соке. Соль – один из важнейших минералов, участвующих в обмене веществ нашего тела. Просто не солите все подряд и ешьте не больше чайной ложки соли. Это дневная норма. Мнение эксперта Ирина Алексеевна Васильева Стандартное потребление соли во многих странах составляет от 9 до 12 грамм в сутки. Уменьшение ее потребления до 5 грамм в сутки ведет к снижению артериального давления примерно на 4-5 миллиметров тупого столба. Замечу, что около 80% потребляемой поваренной соли приходится на так называемую скрытую соль, которая содержится в готовых продуктах питания. Это хлеб, сыр, полуфабрикаты. Поэтому вряд ли пациент может совсем отказаться от соли, у него это просто не получится. Ирина Алексеевна рассказала о том, как проводилось большое исследование. И оно показало, что если заменить обычную соль специальной солью с меньшим содержанием натрия, то можно снизить риск серьезных проблем с сердцем, инсульта и даже смерти. Результаты достоверны. Ведь за 21 тысячи пациентов с гипертонией в среднем возрасте 65 лет наблюдали почти 5 лет. А врач-кардиолог Диана Новикова дала советы, как снизить потребление соли. Пищу солите в самом конце приготовления, так ее требуется меньше. Не досаливайте ничего специально. Используйте соль с пониженным содержанием натрия и сократите потребление полуфабрикатов и продуктов со скрытой солью. Полезную подсказку о том, в каких продуктах прячется соль, вы можете скачать на нашем телеграм-канале. Ссылка в описании к видео. И если вы еще не подписались на наш канал здесь, жмите на кнопку и пойдем разбираться с давлением дальше. Итак, допустим, вы едите мало соли, не нервничаете по пустякам, ведете активный образ жизни и вообще чувствуете себя прекрасно, давление вас не беспокоит. Надо ли вам измерять давление? Да. Иначе как вы узнаете о проблемах с ним? Как это сделать правильно? Давайте научимся измерять давление. А если вы это уже умеете, то быстро повторим, лишним не будет. Итак, для правильных результатов измеряйте давление в спокойной обстановке. 5-10 минут отдохнули и меряем. Садитесь на стул с опорой для спины. Не скрещивайте ноги. Манжету правильнее надеть на руку, а не одежду, выше локтя на уровне сердца. Сидите спокойно и не разговаривайте. И будет правильным сделать это не один, а два или даже три раза с интервалом в одну минуту. Кстати, тонометр изобрел российский врач Николай Коротков, который предложил слушать звуки крови в артерии. Этот способ измерения давления до сих пор остается одним из основных. Теперь смотрим на результаты. Давление измеряют в миллиметрах ртутного столба. Различают верхнее и нижнее давление. Верхнее давление возникает, когда сердце сокращается и выбрасывает кровь в артерии. Нижнее давление возникает во время расслабления сердца, когда оно наполняется кровью. Какое давление важнее? И то и другое для здоровья имеют значение. Но в случае с гипертонией важнее верхнее, ведь именно оно отражает силу, с которой кровь давит на стенки артерий во время сокращения сердца. А повышение нижнего давления может, например, указывать на проблемы с почками. Допустим, вы заметили, что ваше давление выше, чем должно быть в норме. Первый вопрос. А можно ли это как-то изменить без лекарств? Можно и нужно. Нормальных значений давления можно достичь, если изменить образ жизни и привычки. Это комплексный подход к своему здоровью. Не разовая акция, а постоянные действия. И для тех, кто намерен взять здоровье под контроль, я повторю ключевые моменты снижения артериального давления. Питайтесь сбалансированно. Контролируйте вес и стресс. Соблюдайте режим сна и будьте физически активны. И раз уж мы заговорили о физической активности, скажу, что по статистике у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, более высокий риск развития гипертонии. Физическая активность обязательно должна быть, но умеренной. Впрочем, высоких спортивных достижений от вас никто и не требует. Просто гуляйте или плавайте, катайтесь на велосипеде или танцуйте. Любые посильные и регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и снижают артериальное давление. А как понизить давление быстро без лекарств? Когда рядом нет ни врачей, ни таблеток, что делать? Для начала успокоиться. Понятно, что резкий подъем артериального давления сильно пугает. Воображение уже рисует инфаркт или инсульт. Но чтобы снизить давление без лекарств, надо успокоиться. Контролируйте дыхание. Дышите медленно и глубоко. Глубокое дыхание помогает наладить кровоснабжение, снизить выброс гормона стресса и давление снижается. Самостоятельно массажируйте или попросите кого-то мягко и по массажным линиям помассировать шею и голову. Массаж вообще отличное средство от высокого давления и головной боли. Подписчики нашего канала попробовали на себе и советуют как традиционный массаж, так и китайский точечный массаж для снижения давления. Китайская медицина вообще предлагает для нормализации артериального давления много разных способов. Китайцы выстроили целую систему медицины, которая включает иглоукалывание, массаж, лечение травами, упражнения и диету. И один из методов, который помогает снизить давление, это точечный массаж. Способ лечения, при котором надо давить на определенные точки тела, чтобы стимулировать энергетические каналы. Надавливание на определенные точки помогает снизить давление и уменьшить боли в голове. Посмотрите на экран. Для снижения давления точечный массаж выполняют в следующих точках. Первое. Точка на запястье. Она находится между сухожилиями двух мышц на запястье. Точка на шее. Находится на задней стороне шеи между двумя мышцами. Точка на стопе. Располагается между большим пальцем и вторым пальцем на стопе. Надавите на каждую точку мягко и ритмично несколько раз. Массируйте ее одну-две минуты. Китайский массаж рекомендуется делать один-два раза в день, утром и вечером. А помните, я говорил, что снизить артериальное давление помогает кистевой эспандер? Это действительно не шутка. Эспандер работает, доказано исследованиями, которые провела Национальная медицинская библиотека. Участники исследования три раза в неделю занимались с эспандером, и их показатели артериального давления снизились. А ведь они брали эспандер в руки даже не каждый день. Теперь давайте посмотрим, что советуют наши подписчики. В основном, выполнять дыхательные упражнения и больше двигаться. О, а этот совет можно назвать универсальным. Сказано коротко и ясно. Чувствуешь, что его дает опытный по жизни человек. Движение и контроль веса действительно помогают снизить давление, это факт. А если надо принять экстренные меры, рекомендую простой и эффективный способ снижения давления с помощью горячей воды. Наливаете в пластиковые бутылки горячую воду, которую терпит рука, чтобы не обжигала, и кладете одну бутылку под шею, вторую под колени, третью под стопы. Лежать в этот момент лучше на спине. От тепла кровеносные сосуды расширяются, улучшается кровообращение и давление потихоньку снижается. А что насчет снижения давления, говорил академик Иван Павлович Неумывакин. Он обращал внимание на важность правильного питания, необходимости умеренной физической активности и отказе от вредных привычек. Эти рекомендации дает и российское кардиологическое общество. Неумывакин также советовал использовать природные средства в борьбе с гипертонией. И вот какие травы и растения Неумывакин рекомендовал использовать для снижения давления. Чеснок, имбирь, клюква, зверобой, мята и валерьяна. Пейте их в виде отваров, чаев или добавляйте в пищу в обычном виде. Ягоды вообще очень полезны, но они не заменяют лекарства. По отзывам подписчиков нашего канала, хорошо помогают держать давление под контролем упражнения Неумывакина. Первое. Глубокое дыхание. Необходимо сделать глубокий вдох и очень медленно и спокойно выдыхать, чтобы выдох был длиннее вдоха. Второе. Расслабление мышц. Сначала напрягаете мышцы, а затем расслабляете их. Делаете несколько раз. Третье. Ходьба на месте. Обычная ходьба на месте, только колени надо поднимать как можно выше. Четвертое. Упражнение маятник. Стоите на месте и держитесь за что-нибудь, чтобы не упасть. Медленно наклоняйтесь вперед и назад, как маятник. Упражнение круговые движения. Не спеша и без резких движений поворачивайте голову в разные стороны и делайте круговые движения. Шестое. Упражнение сжатие и расслабление кулаков. Довольно простое упражнение. Сжали кулаки, расслабили. Попробуйте. Ведь это правда, несложно. А если вы хотите полностью вылечить гипертонию, придется поработать над собой. Да, большинство случаев первичной гипертонии, той, что возникает без причины, можно контролировать и без лекарств. Надо лишь изменить образ жизни и заменить вредные привычки полезными. И сделать это никогда не поздно. По мнению Дианы Новиковой, основная ошибка в лечении – принимать лекарства от случая к случаю, а не постоянно. Не достигать целевых значений. Наша задача – не резко снизить артериальное давление, а не допускать его повышения. К сожалению, ошибки в лечении гипертонии могут привести к инсульту. И одна из них – это неправильный выбор лекарств и неправильная дозировка. Внимание! Таблетка, которая помогает вашему соседу, вам может навредить. Например, слишком высокая доза лекарства может привести к тому, что давление упадет, кровоток в мозге уменьшится и будет инсульт. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, лекарствами, идите к врачу. Не игнорируйте заболевания, ведь каждый час от гипертонии умирает более тысячи человек. Это факт, который ВОЗ впервые опубликовала совсем недавно в докладе о последствиях гипертонии. Хорошо знать о высоком давлении и его причинах. Вопрос в том, как вы этими знаниями теперь распорядитесь. А тем, кто хочет держать давление на коротком поводке, я подготовил руководство по улучшению здоровья. Сейчас оно на экране. Следите за своим весом. Ешьте меньше соли и жирной пищи. Употребляйте больше фруктов, овощей и зелени. Ограничьте алкоголь и курение. Добавьте в свою жизнь регулярную физическую активность. Избегайте стрессовых ситуаций и научитесь расслабляться. Спите достаточно и следите за режимом дня. Контролируйте давление и принимайте лекарства, если это необходимо. Вот, пожалуй, и все. А нет, стойте. Есть еще один важный момент, от которого зависит здоровье и жизнь. Надо знать, что делать, если случайно вы или кто-то рядом с вами снизил давление слишком сильно. Эта ситуация требует экстренных мер. Запоминайте. Надо лечь на спину и поднять ноги выше головы, чтобы кровоток в голову и сердце усилился. Выпить крепкого горячего чая или кофе с сахаром, поскольку кофеин способен повышать давление. Вызвать скорую, если давление так и не поднимается. Но хочется верить, что вы осознанно подходите к снижению давления, и с вами подобного не случится. Рассказывал вам все это и подумал, ведь не обращать внимания на высокое давление все равно, что сидеть на пороховой бочке, под которой уже развели огонь, и не знать об этом. Гипертония сама не пройдет. Чтобы снизилось давление и держалось в рамках, вам придется приложить усилия, искать причины и устранять их, заниматься своим здоровьем и менять образ жизни. Но поверьте, оно того стоит. Ведь взамен этих усилий вы получаете возможность жить полноценно и наслаждаться каждым мгновением. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А я напомню, что ссылка на телеграм-канал, где вас ждет подсказка о скрытой соли, в описании к этому видео. Здоровья вам и долголетия!